Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас я вам хочу дать совет, как вернуть пластичность растянутой резинки. Старые вещи, либо хлопковая резинка, либо какое-то полотно, которое не дает усадку резинке. То есть резинка не эластичная, она прямая, она не выполняет свою функцию, не стягивает полотно. Что делать? Одним из вариантов стягивания резинки является применение резиновой нити. Резиновая нить продается в галантереях со швейными принадлежностями. Там, где продаются швейные нитки, там же продается резинка. Они бывают очень дорогие, бывают совершенно дешевые. Вот эта конкретно резиновая нить стоит в районе 20 рублей. И иголка. Продеваем нить в углу и начинаем стягивать петли. Но если я буду продевать все петли вот так вот иголкой, лицевые, просто их возьму и прошью, резиновая нить будет видна с лицевой стороны. Это совершенно неправильный подход. Поэтому наша задача подцепить только самые петельки сверху. Стараясь не допустить ситуации, когда у нас игла видна с лицевой стороны. петлю, петлю и периодически проверяйте. Видите, с лица иголку не видно, значит не будет видна и нитку. Продевайте. Я продену сейчас половину полотна для того, чтобы было наглядно видно стяжку. Как было до применения нити и как будет после. Все, применяем нить вот до этого петельного столбика. Прежде чем продевать, проверяю еще раз, что ничего не видно. И теперь могу прошить ряд. Нить достаточно тонкая, поэтому проходит она легко. Уже видна стяжка. Видите, вот она стягивает полотно. Она уже стянуто. Но этого мало, потому что стянуть надо на всю высоту резинки. И поднимаясь немножко повыше, я продолжаю эту же операцию. Через сантиметр, полсантиметра. Зависит от того, какое у вас полотно. По окончании работы достаточно завязать узелок, потому что резиновая нить покрыта достаточно негладкой оплеткой, которая будет держать узелок. Вот то, что у нас получается изнутри. Полотно эластично тянется. Вот то, что у нас получается снаружи. Половина закрепленной резинки, половина резинки растянутой. Мне кажется, эффект должен вам понравиться. Если вам понравилось это видео, нажимайте нравится. Делитесь с друзьями. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки по вторникам и четвергам. Ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...